В Москве сегодня впервые в истории прошел съезд родителей. Главное, чего хотели участники, это донести до руководства страны опасность ювенальной юстиции. Президент неожиданно сам приехал, выслушал все риски лично, скепсис насчет чрезмерного и необдуманного вмешательства государства в семью понял и поддержал. Заодно обсудили один из самых громких детских вопросов. Закон Димы Яковлева. Подробнее о встрече Алексей Конопко. Разговор о проблемах российских детей в колонном зале Дома Союзов начали с американского вопроса. Закон Димы Яковлева, который президент подписал еще в декабре, до сих пор вызывает ожесточенные споры. Каждый год в нашей стране регистрируют больше 100 тысяч случаев насилия над детьми. В США за тот же период почти 6 миллионов. Причем издевательства над сиротами из России чаще всего остаются без наказания. Усыновленные американские сирота находятся под очень жестким контролем, а судьба усыновленного сироты из России никого не интересует, что и показала история с Димой Яковлевым. Бесправие этого сироты можно превратить или в очень специфический вид кайфа, за который впрямь надо много платить в силу его специфичности, или в бизнес на детях. Но и тем, кому посчастливилось расти в полной семье, что называется рано радоваться, ювенальная юстиция по западным стандартам, внедрение которой давно обсуждают в России, пугают родителей не меньше зарубежного усыновления. Против тотального государственного контроля над семейными отношениями делегаты съезда уже собрали больше 200 тысяч подписей в обращении на имя Владимира Путина. Реакции президента долго ждать не пришлось. Путину здесь, конечно, удивились те, кто собрался в зале, сами себя называют, хоть и не имеющие ничего общего с протестными митингами, но оппозицией, чтобы власть отреагировала так быстро, мало кто ожидал. Но сам президент, едва появившись в зале, заверил, вопросы семейного благополучия надо решать всем вместе. Законопроекты должны пройти через максимально широкое общественное обсуждение. И могут быть приняты только в том случае, если вообще будут приняты, но только в том случае, если удастся достигнуть консенсуса по их базовым положениям. Только тогда здравые посылы законопроекта, призванные поддержать семью и детей, обретут надежную общественную поддержку. Мы должны сделать все, чтобы дети-сироты обретали свою семью в нашей стране, на нашей родине, в России. В первую очередь нужно возрождать традиции русской семьи, традиции заботы о стариках и детях, добавляет президент. Программы по стимулированию рождаемости, поддержке молодых семей и матерей-одиночек. Это только часть государственной политики, которую будут воплощать жизнь. Но особенно, деликатно говорит Путин, надо работать с теми семьями, которые принято называть неблагополучными. Необходимо избегать холодного формализма и прилагать максимум усилий для сохранения и поддержки полноценной семьи. Ведь результативность борьбы за благополучную, безопасную жизнь детей должна измеряться не количеством дел по лишению родительских прав. Это совсем не тот критерий, которым нужно руководствоваться. Напротив, лишение родительских прав это очень сложно, это крайняя мера. По сути, это подчас, это просто тупик, это вольное или невольное содействие разрушению традиционной российской семьи. Напомнил президент и о новых стандартах образования. Произведения современных авторов, которые стали появляться в школьных учебниках литературы, хоть и вызывают неоднозначную реакцию у родителей, ведь есть там и ненормативная лексика, и описание откровенных сцен, забывать совсем все же не стоит. Другое дело, когда подобными произведениями заменяют медного всадника или человека в футляре. Полагаю, что составителям новой программы по литературе стоит прислушаться к критике. Тем более, что замечания высказываются резонные, как я уже сказал. Поэтому рассчитываю, что соответствующие выводы будут сделаны определенными нашими инстанциями. Главным формальным итогом сегодняшнего собрания стало создание нового движения «Родительское всероссийское сопротивление». Теперь над проблемами семьи здесь обещали работать вместе с еще десятком общественных организаций и родительских комитетов. Впрочем, как заявили сами организаторы съезда, важна не массовость, а диалог с теми, кто принимает решения на самом высшем уровне, который сегодня, кажется, начал получаться. Алексей Кновко, Марсим Ашихов, Николай Семенский, 5 канал, Москва.